Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня на телевидение пришло в гости радио в лице очаровательного редактора радиолюберетского региона Ольги Щевелевой. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Николай. Спасибо, что пригласили. Ну, согласитесь, что радио уже все-таки это старший брат или, как сказать, сестра телевидения. Радио было раньше, чем телевидение. И получается, что радио в Люберцах 90 лет, и оно тоже постарше, чем телевидение Люберец. Это точно. Это точно. Вот в этом году 90-летний юбилей. А как кто-то вдруг подсказал эту цифру, или вы точно знали, или какие-то документы есть, почему именно в 1931 году образовалось это радио? В общем, днем рождения Люберецкого радиовещания, почему 1931 год назван? Потому что именно в 1931 году в Ухтомском тогда районе был построен первый радиоузел. И, кстати говоря, люберчане одними из первыми в Подмосковье услышали радио. Свою как бы собственную. Да. И вот там, интересно, есть такая заметочка. 3 сентября 1931 года в газете «Ухтомский пролетарий» было написано так, что, к сожалению, Ухтомский радиоузел не дает достаточно информации, там нет лекций, там нет бесед. И, в общем, что... А, и еще интересная такая вещь. И что построен был он не как планировалось в 1930 году, а в сентябре 1931, и причем в сентябре, а не во втором квартале, как это было запланировано. Ну вот такая критическая заметка. Ну вот и как-то мы считаем, что... И благодаря этой критической заметке вы узнали. Да, 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 что нам уже 90 лет. Ну вот это, кстати, отталкиваясь от этой заметки, мы же понимаем, и, кстати, разметку радиину, можно так сказать. Почему? Потому что это радио начиналось просто с некой трансляции. Слово «трансляция» означало концерты. Вот в Москве тогда парады были по любому поводу, спортивные, театральные. Туда привозили такие специальные установки, и с помощью этих установок через ретрансляторы транслировалась просто музыка, концерты и так далее. А то мы пришли к выводу, что надо же как-то людям... Не все же люди газеты покупают, да? Много неграмотных было. Наверное, все-таки покупали газеты. Ну, я имею в виду, я про 20-е еще годы говорю. Да, еще были много неграмотных, ликвидация неграмотности, и кому-то умному пришла идея в голову, дайте мы по радио будем газеты читать. Да, радиогазета была. Да, вот так появились в итоге радионовости. То есть функция радио из развлекательной, вот там в той заметочке написана, она превращалась в функцию уже образовательную и функцию информационную. Кстати говоря, вот только в 1919 году впервые в эфире прозвучал голос. Вот. И тогда были такие установки, что диктор, а это должен быть обязательно мужчина, женщины, они вообще не приветствовались, женские голоса. Диктор должен вести совершенно отстраненно, вот никакой эмоции в голове. Нейтрально. Да, потому что это считалось вообще профессиональным браком. Ну, мы сейчас, слава богу, отошли, мы можем даже и всплакнуть, если надо. Ну, сегодня, слава богу, такое слово тоже можно услышать, сочетание таких, ну, совсем как бы неграмотных вещей. Но это уже история для другого разговора. Но возвращаясь к радийному вот этому, конечно же, радио, если мы вспомним советского периода, военного периода, постсоветского периода, это немножко все разные истории. Но, тем не менее, радио – это то... И многие спрашивают, почему радио до сих пор существует. Потому что радио, оно позволяет ничего не делать, а просто слушать. Даже смотреть не надо. Вот сейчас нас надо смотреть для того, чтобы было полное сочетание. А радио можно слушать. Вернемся к истории. И что же это радио тогда передавало? Вот помимо музыки, вот эта критическая статья, то есть мы понимаем, что это были какие-то образовательные потом, как бы сейчас сказали, проекты, да? И новости, наверное, да? Ну, да, вот радиогазета. Обязательно, конечно, новости. Но одними новостями сыт не будешь. Естественно, встречи. И не только... Вот обязательно, конечно, радио должно работать в тесном контакте с властью, с депутатами. Ну, а депутаты тоже у нас были всегда. С представителями заводов, там, фабрик, других предприятий. Ну и, конечно же, культура. Культура – это вот, мне кажется, очень многое несет вот именно радио. Ну, мы сейчас не говорим про телевидение, мы говорим про радио. Поэтому новости – это новостями здесь открыли новую школу, хорошо. Там отремонтировали тротуар, очень хорошо. Ну, а когда в студию приходит человек, которого ты, может быть, когда-то там видел в ДК, или на улице в переходе поет, а он вдруг, вот у тебя вдруг зазвучал из радиоприемника, человек, которого ты знаешь с песнями, со стихами, или это радиоспектакли, ведь записывались. Это очень интересно, и люди это любят. Вот, ну а на сегодняшний день, через 90 лет после того, как где-то в Ухтомском районе кто-то первый сказал, радио такое-то, как называлось, кстати, радио тогда? Там не написано? Редакция Люберецкого радиовещания. Но это, может быть, оно не тогда, вот в 1931 году было, но, по крайней мере, где-то в середине века вот так называлось. Мы помним, было радиокомментарно знаменитое, да, вот всякие такие из советского периода, да, кстати, там и «Маяк», и «Юность» еще дожили в каком-то виде и так далее, ну, государственные радиоканалы и так далее. Сегодня много негосударственных, вот, и они, конечно же, поглотили очень многие региональные радиостанции, в каком смысле поглотили, не просто их к себе подобрали, а они, конечно, устроили такую конкурентную среду. Но для любого регионального радио очень важно людям рассказывать то, что происходит в твоем родном городе, про твоих людей, которые здесь живут и делают. Вот как это работает? Николай, это даже не региональное радио, а это местное радио, потому что региональное – это Подмосковье. А вот местное радио сохранилось у нас всего в Подмосковье в четырех муниципалитетах. Это мы, за что большое спасибо нашему руководству. Мы Тища, мы Тища было закрылось, но потом они одумались и открыли. В Раменском и в Подольске, что ли, вот, что-то я не помню. Все. Все остальное кануло в лесу. Да, а ведь это же важно. И самое главное, что вот все равно должного развития даже вот у сохранившихся нет, потому что у нас старые кабельные сети еще с далеких советских времен, которые воруют, потому что там, что там, медь, которые висят вдоль стен домов, которых обрывают, цепляются за деревьями, за деревья, и никто их особо-то не хочет... Ремонтировать. Они, конечно, вот мы же сидим вместе с радиоузлом, там, монтеры, они, конечно, выезжают, потому что каждый день куча заявок. У нас не работает радио, у нас не работает радио. А для нас, говорят бабушки и дедушки, для нас радио – это, ну, практически единственная связь вот с этим нашим миром, нашим миром городского округа Люберцы. А Ростелекор как-то вот... Ну, понимаете, вот тут тоже интересный такой момент, прям можно историю радио сегодня рассказывать, вообще как такового. Ведь в Советском Союзе после путча произошло падение всего, да, я имею в виду и телевидение, и радио, не падение, вернее, а изменение формата, структуры и так далее. Ну, такая революция, да, в телерадиоэфире. И тогда, как ни странно, ведь популярными были местные телеканалы, местные радиостанции, потому что они представляли интересы своих слушателей и с политической точки зрения, да, и с экономической точки зрения, и с той же самой культурной. По всей стране поехали звезды и стали заезжать, причем звезды культуры, звезды спорта, и, кстати, звезды политики и экономики тоже одно время ездили. По всей стране, потому что они должны были заявить о себе. Им было интересно приехать именно вот в этот городок какой-то там, где-нибудь, да, и зайти именно на эту станцию. И именно там рождались и появлялись многие ведущие, которые потом, уехав в Москву, стали, скажем так, звездами, и они стали транслировать, ну, на огромные территории, но не было уже этого точечного подхода, да, когда про улицу расскажут, про вот этот дом, про магазин, про какое-то событие, которое в городе всех волнует и так далее. Вот, наверное, это был период такой где-то, ну, наверное, до 2005-х годов, если брать такие станции, ну, сегодня уже всероссийские. А потом почему-то было принято решение, вот эти местные радиостанции, мол, и так новости узнаете, а потом пришел интернет, который тоже вроде бы, но все столкнулись с другой проблемой, и вы меня сейчас подтвердите, я долго говорю, потому что я тоже радею за радио, радею за радио. Да. Пришел период, когда поняли, что или в интернете очень много фейков, телевидение прекрасно, наше тоже телевидение прекрасно, как вы понимаете, но все-таки надо снять, смонтировать и потом выдать это, и мы не можем делать новости каждый час или каждые полчаса, как это может делать там радио, или мы не можем что-то оперативно, предположим, показать. Рассказать – да, показать – нет. Радио, оно держит руку на пульсе. Верно? Верно. Что-то я хотела сказать по поводу… Да, а вот мы выжили в той ситуации, когда закрывали. Как вам удалось-то это? Слушайте, ну, опять же, вот благодаря доброй воле нашей власти. Вот я вот не хочу ее хвалить, но все-таки нас защищают, нас держат на плаву, и потом вот это вот поколение, несколько поколений радищиков, которые работали на нашем радио, они же вот заложили какую-то основу, именно, знаете, какую… Не то, что вот у нас есть, у нас есть, да, у нас есть архив, которым мы пользуемся и так далее. Они заложили вот какую-то такую штуку, как уважение, которое испытывают к людям, к нам с диктофоном, люди, и простые люди, и артисты, и сотрудники администрации. А ведь нас они уважают, и это не потому, что вот я такая хорошая, а потому что вот эти люди, которые у нас работали, Гарина Ивановна Талалаева, когда еще… Сейчас-то мы сидим как короли, у нас тут микшерстые пульты, у нас тут компьютер, да, микрофоны, а тогда это все записывалось на какие-то бобины, куда-то все не сквозь, куда-то все что-то… Блинные были такие. Да, вот этот вот Галин Ивановна Талалаева, девочки, которые после нее Алена Курбатова, Настя Малахевич, они вот создали вот этот вот фундамент, который позволяет нам сегодня жить. Именно фундамент, ну, как сказать, уважительный со стороны других людей. Понятно. Вот давайте на этом замечательном фундаменте мы сейчас остановимся и сделаем небольшую паузу. Напомню, что говорим мы сегодня о 90-летии радиолюберецкого региона, как сегодня правильно оно называется, а у нас в гостях редактор Ольга Щевелева. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и сегодня говорим о юбилее, о 90-летнем юбилее. В гостях у нас редактор юбиляра радиолюберецкого региона Ольга Щевелева. Здравствуйте, Ольга, еще раз. И у меня вот такой вопрос. 90 лет-то, в принципе, это еще живой организм-то. Да, я уже жду 100 лет. Уже, знаете, мы выложили вчера пост в соцсети, и нам уже, говорят, еще чуть-чуть осталось. И я уже прям этого жду, и это совсем немного, но подумаешь, ну век будет. А сейчас всего лишь 90. И я даже всем говорю, да, мне 90 лет. Да, идем к 100-летнему юбилею. Вот расскажите о сегодняшнем радио. Кто у вас работает, как вы работаете, как проходит этот процесс, поиск информации, как вы отсеиваете правду-неправду, как вы сотрудничаете с властью и с теми же самыми культурными, так скажем, представителями? Как? И кто работает? Да, у нас работают два человека. Так. Я и Марина Лазарева. Так. Мы, вот два человека, это вот мы все. Мы выезжаем на мероприятия, приезжаем, начинаем писать тексты, мы монтируем сюжеты, мы монтируем выпуск, мы сами даже нажимаем на волшебную кнопку под столом, которая врывает нас в эфирное пространство. Мы договариваемся, мы знакомимся с людьми. К нам люди сами приходят, ну 90 лет-то уже, 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 все же уже знают. Имя-то наработанное. Во-первых, и работаем в тесном контакте с администрацией, то есть свой контракт мы должны отработать. То есть на все мероприятия, ну 99 процентов. Мы всегда на подъездах, на ремонтах, на тротуарах, на дорогах, на открытии детских школ. На передовой. Да, мы всегда на передовой. Вот, архивом пользуемся, конечно. Ну и вот у нас, например, у меня большая дружба с психологами. У нас есть такая рубрика «Беседы с психологом». Приезжают со всей Московской области и из Москвы. Саша Чайка. Ну, вы его знаете, да. Рубрика «Маэстро», которая не нами придумана, но которая продолжается, Саша очень любит. Ну вот так вот, 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 вот с утра и до вечера, целый день в работе. Сегодня, кстати говоря, приходил к нам один товарищ Андрей, фамилию его не помню, потому что я с ним только сегодня познакомила. Мы уже сегодня замутили делать поэтическую рубрику. И не только, как бы, поэтическая рубрика, поэтическая рубрика, а там у нас еще будут и композиторы, и певцы-исполнители, и вот... Что-то типа авторской песни, да? Что-то будет такое. Причем, причем, очень хорошо, вот этот вот Андрей, он сам будет ведущим. То есть мы только, значит, будем... Предоставлять ему площадку, как сейчас говорили. Да, ну, потом, естественно, потом я буду все это монтировать, подчищать звук, вставлять там какие-то треки, если нужно будет работать, ну, чтобы это уже потом в радиоэфир ставить. А так вот, видите, как нам все не повезло, вроде бы как такая перспектива хорошая, причем будут и местные исполнители, и приглашенные исполнители, а нам только на кнопочки нажимать, тоже хорошо. Вот приходят люди, звонят, а можно к вам прийти? Ну, то есть фактически у вас получается такое авторское радио, авторский подход, ну, хотя в новостях он, наверное, не совсем правомочен, но во всем остальном, то есть это анализ, обзор, обозрение, да, все эти традиционные журналистские термины, и вы в курсе всех тех событий, которые происходят, которые будут, то есть то, что мы называем анонсом, и исходя из этого вы даете ту картину, которая есть на самом деле. Еще важно понимать, что радио, в отличие от телевидения, и мои коллеги сейчас меня будут пинать ногами, оно действительно работает быстрее. У него просто нужно вот, ты можешь прямо сейчас позвонить, да, и выйти в эфир. Да, телевидение тоже может, но для этого нужны передающие возможности немножко иные. А другое дело, что у телевидения всегда есть преимущество перед радио, что телевидение показывает картинку. Например, я как человек, который когда-то комментировал футбол по радио, комментировать футбол по радио и комментировать футбол по телевидению – две большие разницы. Я представляю. Поэтому, вот, видимо, из-за этой живучести вот этого живого организма даже два человека, побывав на разных мероприятиях, могут людям рассказать это очень быстро, подробно и со всеми, так сказать, необходимыми рэперными точками. Верно? Ну да, но только вот жалко мне иногда бывает, что радио, оно действительно без картинки. Я вот когда работала на Люберецком телевидении, я же очень много сняла программ «Собачья жизнь». И очень люблю животных, и про кошек снимала программы. Мне этого не хватает. Но я не могу. Ну как? Ну как? Ну как? Значит, надо думать над тем, как это превратить в аудио. Сегодня, кстати, даже, собственно говоря, сами термины – телевидение, радио. Появилась мультимедийная журналистика, конвергентная журналистика. Это такие слова, может быть, страшные для наших телезрителей, для ваших радиослушателей. Но на самом деле все очень просто. Аудио – это что-то больше, чем радио. Звуковые подкасты, которые могут не звучать на радио, но они могут быть выложены. А видео – это мы видим с вами и площадки, и YouTube-каналы, и Яндекс, Дземси – все эти площадки, которые работают, и другие будут площадки тоже существовать, где существуют и телевизионные каналы, которые работают в этом интернет-режиме, и существует кто угодно может создавать свой контент. Другое дело, что, конечно, конкуренция продолжается. Но еще раз говорю, что радио по-прежнему берет этой оперативности. Иногда даже написать текст для приличного издания, для газеты, которая пускай даже в бумажном виде уже не выходит, какая-нибудь там условная, все равно нужно же его обдумать, правильно сказать. А если ты находишься в режиме радиорепортажа, ты должен включить, позвониться, созвониться, включиться в эфир и рассказывать все, что ты видишь. Ну, в принципе, да. Ну, мозги, наверное, нужно включать, чтобы красиво сказать. Я помню, что, опять же, когда начинал свою работу на радио, вот эта вот сопричастность к событиям, она очень людям доверие к радиостанции повышает вот эти вот уровень доверия. Это очень важная история. Какая у вас обратная связь с вашей? Сейчас еще хочу сказать, кстати говоря, вот что-то я тут проговорила про своих этих собак, да, а вот сейчас я вот вспомнила, у нас же студия оборудована тремя видеокамерами. Да. И мы, когда вот, например, у нас прямой эфир с главой, мы выходим в Ютуб, и я думаю, Оля, а что ты? Ну вот. Ну же, можно же хоть... Видеоверсию сделать, видеоверсию радио. Да, и ехать не в питомника пригласить, а для души, для своей еще. Да, да, видеоверсию сделать, и будет все хорошо. Вот вопрос, который я адресую. Кто ваши сегодня слушатели? Какая у вас обратная связь есть? Наши слушатели – это люди старшего поколения, у которых еще с советских времен остались вот эти радиоточки. И они работают? Ну вот, да, они работают, но их уже... Сейчас дома-то новые строят уже без радиоточек, правильно? Без радиоточек, да. Вот, а стареньких людей-то, их же не убавляется, они же как-то все время появляются новые-новые. Вот. Ну и эти радиоточки, вот, да, они провода-то рвутся и так далее. Ну, надо идти в FM-диапазон, получать частоту. Я думаю, что если... Тут уже, как говорится, не совсем, может быть, от вас зависит, но, наверное, это будущее. По крайней мере, так у нас сейчас радио официально существует. Либо, кстати, вот вы говорите, нету радио в домах, так радио уже и в машинах некоторых нет, которые выпускают. Да, да. А почему? Ну, потому что считают, что это уже не нужно. Ну, вы интернет подключаете, у вас все может быть, видео, аудио, все что угодно. А к этому нужно быть готовым. Поэтому, ну, значит, надо интернет продвигать, историю, как можно ярче. Надо, согласна, надо. Да, но надо думать о людях, которые сейчас есть. Конечно. И которые к этому радио привыкли. И этим надо оставить радио. И новых надо найти людей, которые будут слушать это радио. Да. И тогда будет здорово. Но самое главное – думать о тех, кто есть. Это вот наша первейшая задача. Потому что вот звонит, например, человек и говорит, а я слепой. Да. И я слушаю ваше радио. Он же не пойдет на день города куда-то или еще что-то. А так с помощью вас он побывает на нем. Да. И причем у нас такой формат, нам не надо делать, чтобы там две с половиной минуты, как у вас, например. А мы можем посвятить какому-то празднику, да хоть весь выпуск на 50 минут. И пусть он слушает, что сказал Владимир Петрович, что сказал там какой-нибудь депутат. Гости, да. Кто сказал еще что-то. Кто-то что-то спел. Какие-то интервью мы берем, там, пожелайте что-нибудь вашему городу. Или как вам наш город. И он это слушает, и он как будто бы там, с этими песнями, плясками и речами. И поэтому, да, интернет, хорошо, надо думать, все. Но в первую очередь, я считаю, надо думать о тех, кто у нас уже есть. Понятно. Ну и я понял, что связь существует, и они могут вам указать на какие-то проблемы. И с помощью вас эту проблему решить. Я имею в виду социально-экономические какие-то. Ну да, особенно вот в прямой эфир они звонят, Владимир Петрович задает вопрос, и до прямого эфира мы записываем, и на электронную почту, все потом мы отправляем. Ну, в общем, как-то стараемся людям помогать. То есть и реакция на вот эти вопросы существует? Конечно. Причем очень быстро. В администрации там все очень строго. Ну, мы поговорили немножко о прошлом радио, даже так глобально, обо всем радио как таковом, в Советском Союзе, в частности, немножко поговорили сейчас о том, как вы живете, и надо поговорить о планах на будущее. Вот как мы уже выяснили, у вас программа рождается прямо сегодня даже, да, родилась программа, мы поняли, что у вас есть возможность, ну, при времени и при правильной постановке вопроса, ну, понять для себя, можно что-то в видеоверсии выпускать, да, так как есть какие-то три камеры и так далее. Ну, плюс остается... Хорошая камера. Что наверняка очень важно для людей, особенно тех, которые, ну, находятся в том замечательном возрасте, когда, ну, вот радио для них такой единственный, может быть, способ получения конкретной информации здесь и сейчас. Ну, и какие у вас планы, что вы хотите еще сделать для того, чтобы у вас как бы первое – это выжить, да, по-прежнему выжить, потому что вы сказали, что четыре только такого типа станции существует, вот, ну, и новые программы, новые проекты, да. Ну, новые программы, ну, а что? Слушатели что-то подсказывают, какие-то идеи? Я говорю, вот звонят и говорят, а можно я приду, вот у нас в Дзержинке живет Кирилл Кострецов, где-то года два назад он позвонил радио-радио, а вот у меня много стихов, а я могу сделать целую передачу, а у меня есть какие-то сказки, которые он сам пишет, у нас куча программ с Кириллом записаны, вот сами люди, их даже искать не надо, звонят, приходите, пожалуйста, мы вообще для всех открыты, у нас вообще нет никаких ограничений, хочешь рассказывать про машину, приходи про машину рассказывать, хочешь рассказывать про собаку, приходи про собаку. Ой, смотрите, придут к вам сейчас. Да пусть приходят. У нас со всеми такие хорошие отношения, тем более я работаю вот на этой земле с 2005 года, я всех знаю, и меня все знают, и поэтому со всеми очень хорошо работается, никто тебя там чего-то там не ограничивает ни в чем. Поэтому какие планы? Да они как-то организуются сами эти планы. Ну и последний вопрос, что такое для вас выход в эфир? Что это за состояние такое, когда вы вот тут, и вот вы в эфире, вы понимаете, что вас сейчас кто-то слушает. Я делаю целый день, и вот эту кнопочку волшебную нажать, но это уже как бы нажал и нажал, главное не пропустить время. Я всегда волнуюсь перед прямыми эфирами, и то, Владимир Петрович, я знаю, мы с ним тоже как бы здесь вместе начинали, и мне все равно говорят, ну что ты столько прямых эфир хуже провела, и на телевидении, и здесь. Но все равно как-то вот, главное, чтобы были звонки, чтобы вот все пошло, чтобы все запустилось, чтобы все кипело, да. Ну, как бы, ну мне нравится работать на радио, даже больше, чем на телевидении. Вот так вот. Я все в жизни испытала, и в кино я работала, и на телевидении, и вот, ну мне очень нравится, потому что у нас здесь вольная воля. Вот. Редактор радио Либерецкого региона Ольга Щевелева, мы еще раз вас поздравляем. Спасибо. И, в общем-то, не только вас двоих, я так понимаю, как вы сказали. Ну, конечно. А всех тех, кто, а, приходят и участвуют в каких-то проектах, и, б, тех, кто слушает радио, потому что это тоже их праздник. И те, кто делал радио до нас. И те, кто делал радио до вас, всех с этим замечательным юбилеем. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова